Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Сегодня у нас знаменательное событие. Открывается Белорусская транспортная неделя. До открытия стенда осталось буквально несколько минут, но уже здесь наблюдается ажиотаж. Людей очень много. И нам посчастливилось застать на стенде Skyway основателя технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого. Добрый день, Анатолий Эдуардович. Добрый день, не лукавьте. Вы не застали. Вы знали, что я здесь. Я на открытии выставки должен был присутствовать. Я действительно не был уверен, что вы здесь будете, потому что в Берлине вас не было. У вас есть более важные дела, которыми вы заняты в основном в экотехнопарке. Что все-таки заставило вас почтить своим вниманием белорусскую выставку, в отличие от немецкой? Не надо таких громких слов. Германия далеко, и туда надо было ехать на неделю. Вообще-то на выставке должны присутствовать не руководители предприятия, а стендисты. Они должны рассказывать, показывать об экспонатах. И у нас сейчас серьезная работа идет. Идет стройка, и самый ответственный этап – это монтаж путевой структуры для двух трасс. И поэтому, естественно, я занят, ну, можно сказать, круглые сутки на этой работе. Ну, а в Минске мы находимся рядом, поэтому не заехать и не видеть наше детище, мое детище. Ну, я не мог. Тем более, что сегодня будут члены правительства. Я хочу тоже им рассказать о проекте. Расскажите, пожалуйста, что мы представляем на выставке? Ну, две машины, причем полноценные. Это промышленные образцы, они некие макеты из фанеры, как наши недоброзвраты говорят. Это машины, которые полностью укомплектованы. И здесь есть ходовая часть, есть рама, есть салон, есть автоматизированная система управления, есть стыковочные узлы. Есть даже, вот тут кусочек покажем, в путевой структуре, в масштабе один к одному, и можно посмотреть, какой будет путевая структура. Она очень будет компактной. Это городской юнебус, он 14-местный. На самом деле, он 25-местный. Если взять нормативы общественного транспорта, российского или белорусского, где метро, например, 8 человек на квадратный метр. Поэтому, если из этих норматив исходить, где 25 человек должно перевозиться. А мы взяли нормативы Организации Объединенных Наций, где 3 человека на квадратный метр. То есть, мы будем сфиксировать нашу технологию по самым жестким мероприятиям? Да, я всегда говорил, что мы из каждого требования, ну, таких педовых стран, как, допустим, США, Россия, страны Европейского Союза, Белоруссия, Организация Объединенных Наций, из каждого норматива берем самый жесткий норматив, ну, допустим, по безопасности, по электробезопасности, по шуму, по уместимости, да, и из этих жестких самых нормативов реактируем машину. Поэтому она будет сертифицирована в любой стране. Я охотно поверю в это, потому что в Берлине мы провели эксперимент, вместо 14 человек вошло 17 и оставалось еще достаточно много места. Да, 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 вы это подтверждаете, так? Здесь будет пол в пол, ну, здесь поэтому сделаны ступеньки. На самом деле перун будет на одном уровне, и поэтому здесь может и инвалид-колясочник спокойно объехать. Здесь не будет перепада высот, и для него тоже присмотрен здесь место. Антоний Эдуардович, часто инвесторы спрашивают, обсуждают, чтобы снять все вопросы. Расскажите, в чем инновационность пола в Юнибусе? Кроме того, что там травка, какие-то бабочки, стрекозы. Да, ну, во-первых, он красивый пол, да? И в этом тоже инновационность, потому что это земля, мы ходим по земле, при этом мы не разрушаем, потому что там прозрачный слой, и даже бабочки, мы их не топчем, так? Ну да, после недели Берлина смотр как новый, да. И инновационность не в этом, на самом деле. Пол – это сэндвич-панель высокопрочная, то есть пол является, как бы, плитой высокопрочной, которую выдержит, в принципе, слона. Кстати, был случай в Германии, когда построили в Випертале, первому на рельсу дорогу, еще построили в конце 19-го века, там было две аварийные ситуации. Один раз забыли гаечный ключ на пути, а второй раз решили перевезти слоненка из зоопарка куда-то, и когда его везли на речку, он проломил пол и выпал в реку, и остался жив, да. Поэтому прочность пола, она существенная для транспорта второго уровня, поэтому это пол высокопрочный. А я слышал, что он даже с подогревом. Да, и это вот, и это второе, вернее, третье, что является национным. Значит, греть надо, у нас же зима бывает, и вот холодно, поэтому здесь должен быть климат-контроль, да, и обогрев, и поэтому лучше всего греть пол. И поэтому здесь, да, в верхнем слое там электробогрев, а внизу теплоизоляция, чтобы не греть улицу. Вот все это в комплексе является как бы инновационным. Спасибо большое. Что вы расскажете о других образцах? Мы точно видим здесь юнибайк. Да, точно мы видим юнибайк, это прогулочная машина, где можно и фитнесом заниматься. Вот мы видим, что один из наших инвесторов крутит велогенератор. Правда, он несколько вяло это делает, так. В данный момент он инвестирует свою физическую силу в наш проект. Не, ну надо, если бы он был, как бы более интенсивно крутил, то вот на этой бы энергии можно было развивать скорость 60 км в час. Но скорость вообще расчетная, юнибайка 150 км в час, и остальную энергию дают аккумуляторы. Поэтому фактически тот, кто крутит педаль, он заряжает аккумуляторы, а аккумуляторы уже потом запитывают привод, а привод, работа привода регулирует с автоматизированной системой управления. Поэтому юнибайки едут все по трассе с расчетной скоростью, несовершенно то, крутит кто-то педаль или не крутит педаль. Иначе не будет логистики, будет небезопасно. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, какие вообще варианты исполнения юнибайков есть? Я слышал, что бывают трехместные с различными вариантами педальных узлов, количеством точнее. Мы здесь представляем явно двухместные с одним педальным узлом. Да, может два, может без них быть, может быть одноместный, может быть и четырехместный. Там целая линейка. Но я хотел бы обратить внимание на другой факт, на экономичность, эффективность. Вот если перевести электрическую энергию в топливо, то юнибайк при скорости 100 км в час будет потреблять 0,6-0,7 литра на 100 км в пути. Вот что самое главное в этой машине. То есть это, ну, даже мопеды, он более энергозатратный. То есть даже без работы ногами, даже без педалей? Нет, это не важно. Это количество энергии, которое нужно для движения со скоростью 100 км в час. 100 км в пути, он проедет на аквиваленте, 0,7 литра топлива. А эта машина, это, ну, аналог автобуса, да? 2,7 литра на 100 км в пути при скорости 100 км в час. Это самый экономичный транспорт в мире. Самый. Аналог автобуса по вместимости, но не по... Вместимости не по параметрам, безусловно. Поэтому таких машин ни в мире нет. Мы переживаем весь мир, и если, допустим, сравнить, это что же электромобиль? Говорят, это не электромобиль. А что же это? Это полноценный электромобиль. Сравните с Теслой, с известным автомобилем, Илона Маска. Эффективность его в 10 раз примерно выше по энергозатратам на движение. В 10 раз. Это порядок. Спасибо большое за интервью. Анатолий Эдуардович, уже собираются люди, вас ждут. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компании Skyway по адресу rsv.deficistems.com. Поддерживайте наш проект, и тогда вы всегда будете в самой гуще инноваций. Не зря же нас сюда пригласили. Строй Skyway. Спасай планету. Спасибо. 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 Продолжение следует...